всем привет сегодня посмотрим на мой взгляд один из самых лучших бюджетных роутеров tp link опыт использования такого значит агрегата уже где-то полгода и за полгода ни разу никаких проблем не было ни разу ничего не подвисала не глючила так давайте сразу цена 1340 рублей 1340 рублей у этого девайса минимальные настройки о которых чуть попозже расскажу и самое главное еще раз это надежно вот у нас аппарат вот питание блок питания принципе обычный о нем рассказывать ничего кроме того что шнур ну где-то метр двадцать то есть учитывайте расположение где будете ставить чтобы розетка была в принципе ну где-то не дальше метра вот агрегат мне очень понравился когда его использовал вот аналогичный значит тем что во первых он не греется абсолютно держит скорость ну то есть в принципе все плюсы которые можно сказать о роутер подходит к этому аппарату собственно по дальности значит действие ну как бы по его мощности антенна то есть ловит он в принципе то есть во всей квартире у меня однокомнатная квартира в любом в любом месте балкон там кухни туалет в любом углу на ноутбуке на планшетах на телефонах связь отличная кроме того квартира на четвертом этаже и в машине то есть возле подъезда машина допустим стоит я в ней спокойно свой сигнал от роутера ловлю слабенький но тем не менее ловит хотя четвертом этаже находится роутер вот значит о том где его повесить в принципе каждый для себя выберет сам я стараюсь в квартире устанавливать в таком месте чтобы он был как бы в центре у меня он стоит в коридоре и то есть там ту комнаты до кухни там до лоджии примерно одинаковое расстояние с этого места где он в коридоре стоит то есть получается что равномерный сигнал по всей квартире идет вот значит после того как вы устанавливаете подключаете блок питания и вот в синее гнездо соответственно ваш интернет кабель и дальше уже настройки проходят собственно ноутбуки на компьютере ну и сейчас я вам это покажу и так установили наш роутер теперь заходим в браузер в принципе в любой и в адресной строке вбиваем вот такой вот адрес можете его переписать тот который есть у меня для роутеров tp-link либо в настройках вернее в инструкции будет указан указана эта ссылка вот собственно переходите по ней и попадаете во вход собственно строек здесь нужно указать имя и пароль имя админ и пароль тоже админ это по умолчанию нажимаете вход и попадаете в быструю настройку нажимаете далее выбираете из списка страну выбираете город свой поставщика услуг выбираете из списка у меня это дом.ru я выбираю ее тип подключения у меня выпадает один выпадающий меню один вариант я выбираю если у вас несколько вариантов вам нужно уточнить эту информацию вашего провайдера нажимаем далее и здесь нам нужно ввести имя пользователей пароль тот который у вас который вам дал провайдер ваш либо которого там сменили в общем у вас либо при подключении интернет вам давали эти эти данные либо вы их потом сами там меняли у каждого они свои если вы их не знаете то их нужно уточнить у вашего провайдера вот я их знаю свои поэтому бываю бываю имя пользователя вбиваю пароль и повторяю пароль нажимаю далее так и здесь у нас дальше настройки имя беспроводной сети здесь по умолчанию ставить tp-link вот меняете его на какой-то свой пишите латиницей и цифрами ну кому как будет удобно регион россия так защита и пароль уже ваши беспроводной сети указывайте я коротенький укажу но тут по моему не менее 8 символов надо сделаю 9 и нажимаю далее настройка завершена нажимаем завершить и собственно уже видно что у нас подключено только да и вот уже изменилось имя на интересно и произошло подключение собственно интернет уже работает так что можно сказать что настройка прошла успешно но есть еще один момент вот те кто подключится даже не зная пароля да к вашей к вашей сети то есть выберут какой-либо из какой-либо из беспроводных сетей подключится к вашей и так же просто введут вот этот вот адрес и попадут на страницу входа смогут если вы не изменили стандартные значит логин и пароль те которые я уже вам говорил админ админ они смогут зайти в ваши настройки да вот и узнать ваш пароль подключиться к вам бесплатно то есть да то есть вы даже знать не будете или даже могут сами поменять вам какие-то настройки поэтому нам нужно изменить значит эти заводские установки для входа собственно в настройки для этого нам нужно зайти здесь вот слева колонка зайти системы системные инструменты пролистать чуть-чуть вниз и под пункт пароль нажать его и изменить также пишем админ админ и новое имя пользователя какое-нибудь придумать повторить и сохранить и сохранить теперь если мы попробуем ввести админ админ и войти никто уже не сможет этого сделать и ваши ваши все настройки ваша конфиденциальность будут сохранены собственно на этом все настройки роутера завершены интернет работает все ловит собственно можно сказать что все прошло успешно спасибо за просмотр ставьте лайк смотрите предыдущие видео и подписывайтесь на канал до встречи до встречи